Следующий доклад будет представлен Фёдорову Владимирову Фигольевичу. Он называется «Ренессанс нескорообразных неорганических материалов от графина к другим слоям». Я назвал свою презентацию «Ренессансом». Почему? Потому что если пожилое поколение вспомнит нашу молодость, то в 60-е, 70-е годы очень интенсивно исследовались нескоразмерные материалы благодаря идеям Литла и потом Гинзбурга о высокотемпературной сверхпроводимости, которая может реализоваться в нескоразмерных структурах. Ну вот эти два таких обзора в журнале «Успехи физических наук» могли бы быть расценены как забивание гвоздя, последнего гвоздя в гроб, высокотемпературной сверхпроводимости на этих материалах. Но не все так просто. Вот, как мы видим, в 1986 году Беднордсом и Мюллером была открыта высокотемпературная сверхпроводимость на материалах, которые пытались тоже отнести к низкоразмерным, к слоистым системам. Хотя это может быть не совсем и так. Ну вот я на этом слайде показываю еще два замечательных события в нашей нескучной жизни, которые будоражут наш и вот создают такие волны в нашей нескучной жизни. Это вот открытие фолеренов, за которые была присуждена тоже Нобелевская премия, и графена. Все эти вещи мы хорошо знаем, поэтому, например, мы недавно группой посетили вот эту конференцию. Первая конференция международная в Китае, и мне очень приятно, что первая российская конференция проводится у нас в Новосибирске, в центре которой много лет участвует в работах по низкоразмерной тематике. Я должен сказать, что на этой конференции, конечно, в фокусе внимания были графеновые материалы, но 50% докладов было посвящено десульфидам, ну, десульфидам или бдена, по имени Вальфрама. Это говорит о том, что тут вот была высказана мысль, что сегодняшнее собрание в одном докладе утверждало, что собралась графеновая мафия, и молодой человек, который занимается холикогенидами, вроде как инородец. Но я хочу сказать, что, может быть, это действительно не так, поскольку вот на этом слайде я пытался представить какие-то аналогичные вещи, соединяющие углеродные материалы и холикогениды переходных металлов. Ну, я буду касаться в основном вот той группы дихоликогенидов, которая хорошо обозначена на этом слайде. Это дихоликогениды переходных металлов 4, 5, 6 групп, и в этой области как раз мы работаем, и не только мы, поскольку эта группа соединений наиболее ярко отражает низкоразмерную тематику и в других областях. Этот слайд демонстрирует многообразие кристаллических форм дихоликогенидов. В то время как, например, наиболее простые структуры 1Т, когда у нас актоэдрическая координация легандов вокруг металла, или 2Н, когда тригонально-призматическая, мы можем видеть, что есть структуры с более сложной элементарной ячейкой, в которых реализуются слои как с актоэдрической координацией, так и с тригонально-призматической. Конечно, это вносит очень большое разнообразие в свойства, и поэтому можно понять, почему сейчас пока что начинается исследование наиболее простых структур, а вот структуры, которые более сложные, пока интенсивно не исследуются. Я хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Вот если мы рассматриваем структуру как слои, в которые внедрены атомы или ионы металла, то интересно отметить, что ионы четырехвалентных металлов, элементов, которые тут представлены, их ионные радиусы достаточно близки. Можно было бы говорить, как вставление равновеликих шаров в эти межслоевые пространства. Но, с другой стороны, я вот тут отмечаю, видите, отмечаю разное электронное состояние этих металлов. Электронная конфигурация атомов, понимаете, это четвертой группы, это Д0, пятой, Д1 и так далее. И это очень существенно. Оно привносит... Не хочет переключаться. Оно привносит свои, понимаете, особенности. Кроме этого, наблюдается влияние других факторов. Например, числа слоев в структуре. Вот, если для балт-материала, как говорят англичане, мы видим электронную структуру с непрямым межзонным переходом, то для монослоя это прямой переход. И это отражается в люминесцентных свойствах, которые указаны вот тут ниже. Вы видите, что для однослойного материала проявляется фотолюминесценция, а когда слои нарастают, вот видите, здесь это квантовый выход, то резко падает эта фотолюминесценция. Это вот поговорит о том, что взаимодействие между слоями очень важное. Ну вот здесь я тоже, понимаете, пытался обозначить то обстоятельство, что вот, например, в слоистой структуре очень популярна интеркаляция, и когда этот же металл может входить в межслоевые, понимаете, пространства в андервальцевую щель, то у нас получаются нестихиметрические соединения. Ну чего-то наш указатель плохо работает. Хорошо, я уже... Ну ладно. Значит, вот это слайд, который надо было раньше показать, влияние д-электронов на ионах металлов. Мы видим, что различные металлы стимулируют определенные электрофизические свойства. Когда у нас валентных электронов нет, это, как правило, демагнитные полупроводники, когда один электрон – это металлическое состояние и так далее. Но я хочу... Ну это вот рассказано по-русски, более понятным языком. Вот здесь я хочу обратить внимание, что вот эти д-электроны на атомах металла, они, как правило, не локализуются на металлических центрах, а стремятся взаимодействовать друг с другом, с соседними атомами металла, образуя металл-металл связи. И вот вы видите, в случае, например, д-телуридов, молибдена и вольфрама образуется структура с зензообразными металлическими цепочками, с ковалентными связями в металл-металл. Когда мы переходим, добавляем еще один так электрон, как это в реневых структурах, то вот получается, что вместо цепочек зензообразных реализуются ромбические РНИ-4-кластеры. А если мы, например, сменим легант серу на телур, который более дековалентно связанный и не хочет на себя забирать электроны в такой степени, как сера, то тогда у нас дополнительная электронная плотность приводит к образованию тетраэндрических кластеров. А вот в случае системы РНИ-телур, вообще д-телурида не образуется, образуется дителурид, то есть образуется телурид такого состава с актаэндрическими металлическими кластерами. То есть я хочу этими примерами показать, что в отличие, хотя профессор Шканазоя показал, что разнообразие, конечно, и в углеродных материалах может быть чрезвычайно большим, но здесь я тоже хочу показать, что эти системы чрезвычайно сложные. Интересен вопрос, как управляют структурой и свойствами вот эти самые электроны. И вот тут у меня информация к размышлению, которую я долго носил в себе, пока не удалось привлечь к решению этой проблемы моих друзей, соратников, которые владеют расчетными методами, и я считаю, что с их помощью мы могли эту проблему решить. Вот видите, у меня показан ряд дихорикогенидов сульфидов, диссульфиды, которые от титана до молибдена уменьшаются в размерах элементарной ячейки и, естественно, расстоянии металл. Что же стоит за этим? Вот мы пытались это решить. Было предложено несколько типов электронных структур для, ну, например, молибден С2 системы. Вы видите здесь на этой картинке. Самая главная зона, это, конечно, зона, образованная электронными состояниями ДЗ-квадрат. Но никто не сказал о возможности металл-металл взаимодействия в молибден С2 именно так, как я вот рассуждаю. Мы привлекли квантово-механические расчеты и показали, что вот зона ДЗ-квадрат в значительной степени гибридизирована с С-состояниями и тогда образуется вот такая гибридная орбиталь. Я уже не хочу нажимать на эти клавиши, чтобы не сбиться. Значит, и вот в таком случае значит, это вот этот где венчик экваториальный сильно в объеме расширяется и возможно перекрывание этих орбиталей друг с другом соседних атомов молибдена. И в таком случае у нас это путь к образованию двух электронных, двухцентровых связей. Вот я считаю, что этот результат был такой принципиально важным для понимания, почему сжимается решетка, почему молибден С2 является таким выдающимся стабильным прочным соединением, потому что, например, в отличие от титан С2, где металл-металл взаимодействий нет из-за отсутствия превалентных электронов, то молибден С2 очень прочно связан еще и потому, что помимо ионных или ионоковалентных связи образуется металл-металл связи. Мы эти выводы подтвердили исследованием методом Эльф, и вы видите вот этот бассейн, обозначенный крестиком, который связывает три атома металла друг с другом. Интересно проследить эволюцию перехода от сульфида к селениду, к селурину. Вот здесь показаны два примера. Молибден С2, молибден С2, которые кристаллизуются тоже в 2H структуре. И вы видите, что наблюдается постепенная тенденция от трех центровых к двух центровым взаимодействиям. Это наиболее ярко выражается на модификации бета молибден С2, где уже отчетливо проявляются двухцентровые связи такого зигзообразного типа, которые обнаружены в ряде родственных соединений. В своей работе, конечно, подвергаясь современным тенденциям, мы тоже обратились к наночастичным каким-то системам. И вот на этом слайде приведены три способа расщепления объемных материалов, как в англоязычной литературе называют балк-материалы. Мы использовали в основном третий метод, который обозначен С стрелочкой красной. И этот метод можно использовать для расщепления объемных кристаллов, холикристаллов материалов, в органических растворителях при ультразвуковой обработке. И вот здесь приведены примеры, когда можно получить такие коллоидные дисперсии для многочисленных слоистых халькогенидов. Наши экспериментальные результаты по молибден-С2 и молибден-Селен-2 представлены здесь. вы видите ряд экспериментальных результатов. Вот ПЭМ показывает, что у нас получаются электронно-разрачные листочки, которые содержат монослойных практически редко пребывают, но малослойных структур достаточно и много. атомно-силовая микроскопия нам показывает, что действительно это листочки сложенные из нескольких слоев, латеральные размеры таких пластиночек это вот в пределах сотни нанометров. мы использовали эти коллоидные растворы для получения тонких пленок различными методами, например, фильтрованием через фильтры или используя спрей метод. и вот здесь указан спрей метод, который мы использовали. Получаем такие очень гладкие ровные пленки, толщина их может быть всякая, но мы обычно работали с толщиной порядка одного микрона. и что видите, что при этом методе напыления чешуйки укладываются прямо на плоскость, о чем поговорит высокотекстурированная структура таких пыльмопленок. Вот это левый рисунок шпорошковой регинограммы. Ну и подтверждаем, что это относится к индивидуальной эльфазе этих принимать материалов другими методами, ну в частности и рентгеном и шахстическими раманной спектроскопией. Конечно, очень интересно было изучить электрофизические свойства таких материалов. Молибден С2 широко исследуется, но и мы, когда начали исследовать, мы посмотрели этот материал, но он очень высокоомный, и нашими приборами с ним работать было очень трудно. Тогда у нас возникла идея получить модифицированные шаброссы за счет замещения атомов молибдена неизовалентными атомами металла, необием электронно-дефицитным или ренем электронно-избыточным. Эти эксперименты были успешными, и вот здесь представлены значения температурной зависимости электросопротивления твердых растворов такого содержания. Вы видите, что в случае необиевых образцов это практически металлическое поведение, в случае рене им замещенных образцов это полупроводниковый ход, значительно более по высокой непроводимостью и мы предложили вот такую схему зонной структуры для этих твердых растворов, которая говорит о том, что в случае необи мы как бы отчерпываем электроны из заполненной зоны и заполненной элеволентной зоны в случае рения мы имеем какой-то дополнительный уровень в щели. Ну вот это продолжение этой же работы, которая демонстрирует, что наряду со щелью меняется и щель меняется и сама проводимость. значит эти холлоидные растворы мы использовали вот уже твердых растворов в наших экспериментах здесь вот характеризация таких материалов а это сопоставление результатов полученных на спрессованных поликристаллических образцах слева показаны материалы а справа показаны результаты которые получаются на пленках полученных из дисперсий ну видно что они в общем-то так внешне очень похожи за исключением того что когда мы изучаем пленки то очень сильное влияние оказываются межзеренные контакты и даже когда мы используем материалы это вот следующий я понимаете слайды покажу даже металлические частицы то у пленок образованных металлическими наночастицами проявляется полупроводниковый ход а не металлический то есть это влияние межзеренных контактов теперь я покажу другой тип материалов который долгое время рассматривался как квазишадномерные соединения я даже в свое время написал такую вот книжку которая тут написана и действительно в электрофизическом смысле они вообще ведут себя как одномерные материалы но вот интересно что их структура содержит такие одномерные цепочки и вот внизу вы видите что эти цепочки связаны между собой в такой двух фризмовый слой расстояние между цепочками очень короткие то есть по существу это дековалентное взаимодействие поэтому нам от одномерности пришлось в данном случае отказаться по нашим результатам еще расслоения и говорить о слоистых материалах вот я этот даже термин слоистый вывел в заголовок этого слайда к таким типам относятся несколько соединений которые тут представлены на рисунке если дихалькогениды молибдена вольфрама с 2H структурой вот действительно кристаллизуются в таком слоистом сипе ярком который тут изображен то тантал сера-3 или необий селен-3 они кристаллизуются в синтезе вот в виде таких нитей в виде волосообразных понимать материалов естественно что такие методы как скотч отслаивания уже к таким волоскам не применить и поэтому метод расщепления вот в дисперсиях оказался для этих материалов наиболее подходящим чем мы и понимаете занялись мы провели исследование растворения как говорят растворения этих кристаллов в дисперсиях при ультразвуке и показали что как и в случае молибден-2 образуются вот такие же пленочки мы можем напылить из этих пленок какие-то из этих дисперсий напылить или отфильтровать где пленки изучить их свойства и тоже они текстурировано ложатся на подложку методами современной характеризации мы очень тщательно изучили строение таких материалов и что интересно вот Ирина Вениаминовна участвовала в этой работе вот мы показали что этот материал даже в напыленном виде можно использовать ну не то что использовать но он демонстрирует полевые зависимости то есть можно делать какой-то полевой транзистор я хочу еще показать несколько слайдов касающихся композитов то есть вот мы используя наши дисперсии и известные методы по восстановлению прекурсоров каких-то комплексов металлов до металла получили несколько композитов вот например тут зихалькогенидом или беносплатиной вот другой пример это новонаде С4 получен ну это очень интересный случай который я бы мог рассказывать очень долго но время я вижу по председателю сжимает поэтому я заканчиваю и хочу только обратить внимание на то что когда мы использовали например ванаде С4 то на поверхности осаждались не металлические частицы а сульфиды серебра это за счет взаимодействия с подложкой ну вот различные обзоры рисуют различные применения которые можно использовать на этих материалах ну и в заключение куда мы наплывем я опять возвращаюсь к тому тенису что мы все в одной лодке и плывем мы в направлении очень хорошего архипелага ну и это гамбургер наверху наши благодарности участникам которые активно работали в выполнении этого исследования спасибо за внимание спасибо спасибо спасибо